Большой театральный юбилей. Легендарный МХТ имени Чехова отмечает 120 лет со дня основания. В конце 19 века труппа, собранная Станиславским и Немировичем Данченко, громко заявила о себе. В честь круглой даты в фойе откроет памятник другому выдающемуся деятелю, который руководил театром последние почти два десятилетия, народному артисту Олегу Табакову. На легендарной сцене блистали самые разные звездные актеры, а зрители познакомились с драматургией Горького, Булгакова и Чехова, и именно его чайка и стала визитной карточкой театра. Чем он живет сейчас, расскажет Алексей Зотов. Когда вообще в принципе тебя приглашают в МХАТ, какой-то трепет душевным естеством возникает. Душевный трепет Анатолия Белого быстро сменился трепетом зрительским перед его талантом. Как и 120 лет назад, так и при Ефремове и Табакове, молодой артист, попадая в труппу московского художественного, непременно становился любимцем публики. Олег Павлович приглашал из Гитиса, из Щуки, из Щепки, из Петербурга. Молодая кровь, конечно. Остерегайте театр от всякой сверны. Свежая кровь и не только из собственной школы-студии. Первая традиция МХАТа. Молодые актеры должны были избавить театр от пафоса и наигранности старой школы. Но кажется, сам Станиславский не мог представить, что в день 120-летия театра его заветы превратятся в рэп. Он как будто так смотрит. Ну, с чем ты сегодня пришла на спектакль? Актриса Александра Рябинок, придя в театр, сразу усвоила еще одну мхатовскую традицию. Выходить за кулисы заранее, слушать коллег и погружаться в спектакль. Я вижу, как Любшин, который волнуется перед выходом и приходит к своему выходу за 20 минут. Эти магические три буквы, они требуют какой-то стопроцентной ответственности и отдачи своей любви. Мурашки по коже, если ты понимаешь, что ты причастен к Мерхольду. Мерхольд здесь ходил, вот так вот ходил, бегал, ругался со Станиславским, наверное, спорил с ним. Достоверно неизвестно, с кем здесь ругался Станиславский, но вот что именно в портретном фойе театра он поднимал бокал в его 30-ю годовщину, зафиксировано на кадрах хроники. А от самих портретов часто исходит мхатовская самоирония. Это все пошло из мхата, когда они сами над собой подшучивали, почему капустники. Они собирались, делали пироги из капусты, ели и называлось это капустники. То ли легендарная акустика полностью деревянного зала, то ли дань традициям, но внук того самого Немировича Данченко, Василий Михайлович, 50 лет настраивая звук, говорит здесь только шепотом. Кстати, если отцы-основатели смотрели на сцену лишь из восьмого ряда, то у большой поклонницы мхата Майи Плесецкой любимое место было в третьем. Она хлопала нам. Потом все ее, она всем вот так же поклонилась, естественно. Лучшее платье от Пьера Кардена, бриллианты, потому что этот театр этого заслуживает. За два часа до спектакля Константин Хабенский уже на сцене. Сложнейший текст, кажется, без единой мхатовской паузы. Это же свихнуться можно. Даже в 19 веке во Франции и Англии еще имел рождение трехструнный бас с квинтовой настройкой. В Италии и Испании трехструнный с квартовой настройкой. Если ради спектакля Алексею Кравченко пришлось натренироваться надувать грелки, то Хабенскому с нуля научиться играть на контрабасе и бутылках. Эта сцена любит отважных. Сцена рабочая. Она пропитана потом, она пропитана энергией человеческой, она пропитана ответной энергией зрительного зала. Когда этот прекрасный занавес закрыт, то, конечно же, это большая тайна и загадка, что тебя ждет впереди. Самая молодая традиция театра перед спектаклем «Контрабас» – прятать деньги под разноцветные носки, приготовленные для Хабенского. Все ставки уходят на помощь детям. Говорят, уже собрали 60 тысяч рублей. Беру конкретный носок, надеваю, и если кто-то выбрал, то его имя один или два человека иногда. Их имя я произношу во время спектакля. Эдуард, это не важно. Был роман с певицей Люси. Это не важно все. У одного моего приятеля, звали его Эдуарда, это Эдуард Завпост, был роман с певицей, звали ее Люси, Люда 2-го часа. А еще в МХТ всегда очень тепло принимают тех, кто впервые играет спектакль. Не каждый за себя, а все за одного. И это не столько принято, сколько получается само собой. Свежая кровочка. Алексей Зотов, Павел Ихалетов, Роман Хроленко, Максим Кулифеев и Татьяна Бодрова. Первый канал.